Добрый день, мы продолжаем отвечать на ваши вопросы на библейском портале Экзегет. Тяжело после развода, как жить дальше, спрашивает кто-то из вас. Ну, во-первых, развод — это всегда катастрофа, всегда катастрофа, всегда трагедия. Вот, конечно, для некоторых людей он является освобождением, возможно, но мне кажется, только на первых порах. Мы должны сделать все возможное. Церковь благословляет вторые браки и даже благословляет второе венчание. Давая нам таким образом надежду на то, что мы сможем во второй раз исправить те ошибки, которые мы допустили в первый раз. Это не значит, что первый раз дается нам как пробный. Все желательно лучше делать с первого раза и до конца. Но первое, что мы должны делать после развода, это работать над ошибками. Понятно, что мы, как всегда, ни в чем не виноваты, или виноваты меньше, кто-то виноват больше. Но если мы хотим исправить свою жизнь, если мы хотим получить второй шанс от Бога, то, конечно, это огромная работа над ошибками. Второе — это что касается уныния и какой-то тоски и печали. Знаете, все-таки давайте примем с вами, что мы являемся виновниками всех без исключения своих бед. И если мы будем унывать от этого, то мы будем погружаться в пучину и в бездну отчаяния. То, что мы не в состоянии довести что-то до конца, или то, что мы не в состоянии в совершенстве исполнить что-то, вот такие мы перфекционисты, не значит, что жизнь закончилась и жизнь остановилась. Принять свою немощь, огромную, великую немощь, возопить к Богу о том, чтобы он эту немощь исцелил, о том, чтобы он дал нам силы пойти дальше — это первейшая обязанность всякого христианина. И не только когда от вас ушел супруг, не только когда вообще весь мир рухнул, вы потеряли работу, или от вас отвернулся весь мир, и дети ваши, и близкие, ничего подобного. А всегда, в любую минуту, даже когда нет какой-то явной катастрофы в вашей жизни, мы все равно падаем, мы все равно слабеем, мы все равно унываем, мы все равно живем очень-очень неполноценную жизнь. Поэтому каждую минуту, в каждый день научитесь, приучите себя вопить к Богу, кричать к Богу о том, чтобы он восполнил наши немощи, наши недостатки и наши несовершенства. Спасибо. Спасибо.